При внимательном исследовании послания филиппийцам, 2 глава, 6 и 7 текст, ясно и четко заметно, что данная мысль, которая заложена в этом тексте, имеет параллель в Евангелии от Иоанна, 1 глава, 1 текст и 14 текст. Например, филиппийцам 2,6 «Он, будучи образом Божьим, не почитал хищением быть равным Богу». Данный текст говорит, что Иисус Христос, являясь образом Божьим, равен Богу. Апостол Иоанн говорит о той же мысли, только немножко другими словами. В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. Поговорим об этом более подробно. Из данных текстов мы с вами видим, что Логос, Сын Божий, существует в форме Бога, то есть имеет природу Бога, филиппийцам 2,6, в форме Бога существуя. Или же Иоанн для Теоанна, глава 1, текст 1, и Слово было Бог. И с другой стороны просматривается такая информация, что есть Бог, Бог Отец, который также является Личностью и также имеет природу и качество Бога. Таким образом, Логос, Сын Божий и Бог Отец — это разные личности, но при этом они имеют природу и качество Бога. В этом они равны. Данная информация из этих текстов вызвала у богословов, причём с древних времён, желание растолковать это всё, логически объяснить это всё. Сейчас мы с вами рассмотрим некоторые богословские версии мировоззрения на данные тексты. Первая такая теория заключается в следующем. Логос и Бог Отец в данных текстах просматриваются как разные личности. Второй момент — это то, что Логос и Бог Отец имеют природу и качество Бога. По своей природе они равны. Если так вот это всё принять и рассуждать, то получается, есть два Бога, которые равны между собой по природе. А это утверждение противоречит другим текстам Писания, которые говорят, что Бог есть один, что нет другого или второго Бога. Есть Бог только один. Отсюда и произошла вот такая богословская теория или богословская позиция, что Логос и Бог Отец — это две разные личности, имеющие одинаковую Божью природу, и они вдвоём составляют единого Бога. Позиция заключается в том, что есть единый Бог. Бог один, но он един, он включает в себя две личности. Если исходить из данного текста, не берём в расчёты другие моменты. Но в таком случае возникают определённые логические сложности. То есть это очень трудно понять и трудно даже принять, что две отдельные личности могут быть одним Богом. Следующая богословская теория заключается в том, что есть один единственный Бог, что в принципе согласуется с другими текстами Писания, что Бог есть один. Но этот один единственный Бог, он может проявлять в себя в истории человечества, в жизни человечества, в разных проявлениях, или другими словами, в разных формах. Логос и Бог-Отец — это просто два разных проявления одного единственного Бога. И Бог — это одна единственная личность. Больше других божественных личностей нет. Данная богословская позиция также позволяет соответствовать текстам, которые говорят, что Бог есть один, и нет ему подобного. Но, с другой стороны, она противоречит определенному ряду текстов из Библии, мы не будем сейчас их подробно рассматривать, в которых очень очевидно и ясно видно, что все-таки есть две личности, что это не проявление Бога, что Логос и Бог-Отец — это две разные личности, как, допустим, в наших с вами текстах в послании филиппийцам Евангелия Теоанна. Следующая богословская интерпретация данных текстов заключается в следующем, что есть Бог всемогущий, который имеет природу и качество Бога. А Логос — это тот, кто был сотворен Богом, прежде всего, мироздание. Логос тоже называется Богом, но это Бог с ограниченными возможностями. Он не всемогущий, он подчинен, и, следовательно, он не имеет природы Бога и не равен всемогущему Богу. Хотя данная богословская позиция, так скажем, соответствует определенным текстам Библии, в которых говорится, что Бог есть один, что Он всемогущий и что нет подобного Ему, тем не менее, эта позиция вынуждает людей, которые придерживаются этой позиции, по-другому интерпретировать вот эти два текста, даже изменять переводы, истолковывать смысл слов по-другому. Иначе их богословская позиция входит в сильную конфронтацию со смыслами этих двух текстов. Как же нам все-таки правильно это все понять, интерпретировать? То, что тексты говорят, что Логос и Бог-Отец — это две отдельные личности, и что Логос имеет природу и качество Бога, и Бог-Отец имеет природу и качество Бога, и по своей природе они равны, это очень ясно и четко видно из данных текстов. Но, с другой стороны, как нам тогда согласовать этот смысл с другими текстами Библии, которые говорят, что Бог один и нет подобного Ему. Думаю, что вообще нам не стоит этим заниматься. Вот как написано в Писании, что ясно видно, допустим, в данных текстах, то это надо просто принять и на этом остановиться. Не пытаться дальше как-то в своих интерпретациях, толкованиях согласовать это все, увязать. Если в текстах Библии нет более подробной информации об этом, а есть только то, что мы с вами имеем, то на этом надо остановиться. Значит, больше не дано нам знать. На мой взгляд, это самый правильный подход к текстам Священного Писания. Нужно просто принять, как написано. Логос — это личность, имеющая природу и качество Бога, и по своей природе равен Богу, то есть есть Бог. И Бог-Отец — это личность, имеющая природу и качество Бога, являющаяся Богом. И на этом все. Принять то, что нам дано. И дальше не стоит уже идти в своих, так сказать, интерпретациях, толкованиях. Почему не стоит пытаться в своих толкованиях объяснить это все? Ну вот посмотрите, мы с вами рассмотрели три богословских попытки объяснить и растолковать это все. Растолковать данный текст, данный смысл этого текста. И мы видим, что эти толкования не разнятся между собой. Но это же всего лишь толкование. Это же не есть истина Божия в последней инстанции. Но люди начинают воспринимать данные толкования как истину Божию. И к чему это ведет? Это ведет к тому, что люди начинают делиться. Одни придерживаются первой богословской позиции, что есть единый Бог. Другие придерживаются второй богословской позиции, что это просто проявление Бога. Третьи придерживаются третьей богословской позиции, что Логос — это Бог с ограниченной властью, но не всемогучий Бог. И Он сотворен Богом, и Он не равен Богу. И между этими людьми начинаются конфликты, споры, разделения. И в общем идет определенное разрушение. Разрушение Церкви Божией. Это не приводит к единству. Это разделяет людей, удаляет людей от истины Божьей. Свои богословские позиции, свои интерпретации текста Библии или толкования люди ставят на уровень истины Божьей и говорят, что так говорит Бог. А это тоже плохое состояние и положение пред Богом. Итак, данные богословские позиции мы можем, конечно, почитать, изучить для нашего кругозора. Но утверждать, что какая-то из этих богословских позиций является истина Божия, мы не должны это делать. Мы должны придерживаться четко того, что написано в Писании. То, что нам дано видеть и понять. И на этом мы должны твердо стоять. То, что нам открыто, это мы должны изучать, в это верить и исполнять. А то, что закрыто, то, что не дано нам, то закрыто и принадлежит Господу. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok